Назван размер награды за сбитый американский истребитель, российские военнослужащие, которые первыми собьют американские F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель уральской компании «Форос» на видео, опубликованном Минобороны России. Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16, сказал он на церемонии вручения военнослужащим сертификатов на выплату денежных средств за уничтожение западных танков в ходе СВО. Комментирует военноэксперт, основатель портала «Милитария Раша» Дмитрий Корнев. Ну, с самолетами F-16 примерно, в общем-то, понятно, где могут сбить их российские военнослужащие. Ну, собственно, это специальная военная операция, в зоне специальной военной операции ожидается появление самолетов F-16 у ВСУ. И, соответственно, ну, конечно же, они будут сбиваться, так как будут являться законной целью для вооруженных сил Российской Федерации. Что касается самолетов F-15, ну, вероятно, они упомянуты просто по совокупности, ну или, скажем так, за компанию. Если можно так выразиться. Потому что F-15 американцы никому и никак пока, ну, из тех сторон, которые, ну, находятся в конфликте с Российской Федерацией, поставлять не планируют. Второй момент. Кто, собственно, может воспользоваться такого рода наградой? Ну, то есть, кто может сбить F-16? Вообще вариантов всего два. Первый вариант – это войска противовоздушной обороны, то есть ракетные комплексы, которые обеспечивают противовоздушную оборону. Это может быть фронтовая ПВО, это может быть объектовая ПВО, то есть потому что там находятся, скажем так, разные подразделения противовоздушной обороны, которые обеспечивают, ну, собственно, ПВО на театре военных действий, если говорить о специальной военной операции. Второй кандидат, скажем так, на сбитие F-16 – это авиаторы, летчики Воздушно-космических сил России. В случае попадания самолетов F-16 на экраны радаров наших самолетов с огромной вероятностью они будут сбиваться, по крайней мере, попытки такие будут предприниматься. Ракетами воздух-воздух, в том числе ракетами воздух-воздух сверхбольшой дальности – это ракеты R-37M, дальность действия до 300 километров. Целью указания на такой дальности обеспечить, ну, собственно, возможно, особенно если будут задействованы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа А-50, то любые летательные объекты в радиусе до 300 километров эти самолеты могут обнаруживать. Наши истребители, которые несут ракеты R-37M, а это Су-35С и, как минимум, Су-30СМ-2, вот эти самолеты, ну и, конечно же, перехватчик дальний МиГ-31БМ, они могут применять ракеты R-37М, которые могут сбивать цель с высокой вероятностью на дальности до 300 километров. Какого рода боестолкновения будут в воздухе, вот, ну, в зоне специальной военной операции после появления F-16, конечно, пока гадать очень сложно. С большой вероятностью, конечно, ВСУ будет воздерживаться первое время, по крайней мере, от применения F-16 непосредственно на линии боевого столкновения. Но все может быть. Дмитрий Корнев, основатель портала «Милитария Роша». На прошлой неделе пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров США, Дании и Нидерландов о планах предоставить Киеву истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы украинские летчики начали применение F-16 уже этим летом.